Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на польском тяжелом танке 60ТП Ливандовского. Посмотрим, насколько этот танк эффективен, что он вообще сейчас в рандоме способен делать. И, конечно, убедимся в том, что далеко он не хлам, как многие думают, что вот выходят всякие новые танки и старые совершенно не нужны. Да, в каком-то степени некоторые старые танки становятся хуже, но Ливандовский, в общем-то, по-прежнему актуален и по-прежнему способен тащить. Итак, друзья, сейчас уже идут до сих пор акции новогоднего события, но, тем не менее, все-таки это все закончится и со временем нужно сделать некоторые вещи, чтобы получить некоторую ходябу. Ну, я думаю, вы знаете, что нужно разбивать осколки и с помощью коллайдера собирать игрушки. Это нужно, чтобы увеличить процент фарма серебра, но также, если вы этим давно не занимались, можно уже начать заниматься этим сейчас. А вообще, до 20 января, до окончания события, нужно обязательно это все сделать, потому что, ну, если вы это не сделаете, то, соответственно, вы не откроете галерею, а в случае сбора, в общем-то, игрушек какой-либо группы, то вы собираете еще и дополнительный, ну, уникальный 2D стиль новогодний. Конечно, не всем это нужно, может быть, но если нужно, то позаботьтесь об этом. То есть, тут все довольно, на самом деле, просто заходите в галерею, находите те игрушки, которых у вас нету, тыкаете на них и далее пробуете их создать. Если не получается создать, особенно игрушки пятого уровня, можно воспользоваться антиповторителем. Только экономьте его, потому что он не так-то и часто выдается, и его нужно юзать только в случае, если действительно там остается одна-две игрушки, и никак они не были, да, с елки, с новогодним ангаром и всего такого вот нужно тоже 20 января все игрушки снять, потому что они в любом случае вам уже не потребуются, разбить их, и, соответственно, это будут тоже дополнительные осколки, с помощью которых вы можете покрафтить, соответственно, дополнительные игрушки и дособирать коллекцию. Также не забывайте, что если у вас есть золото, то можно покупать новогодние большие коробки за золото. В принципе, я убедился, что это выгодно в случае, если вам интересны танки из коробок больших, потому что в таком случае действительно есть шанс насобирать. Если много голды, конечно, у вас, но на вот эту вот гарантированную 50-ю коробку и, соответственно, получить танк. Я вот с помощью этого метода не один танк получил. И, друзья, если хотите выиграть золото, просто напишите комментарий и укажите свой игробойник. Тем самым вы сможете урвать дополнительное золото. И уже завтра, 10 января, подведу итог розыгрыша в моей телеграм-группе. Если хотите поучаствовать, то крайне рекомендую подписаться на мою телеграм-группу. Благо, там очень много важных уведомлений. И в случае выигрыша вы получите или большую новогоднюю коробку, либо получите золото. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. И так давайте поиграем на сайте votkit.com. Надеюсь, получится выиграть что-либо ценное. Итак, давайте раздел танков попробуем. Он, правда, дорогой, но у меня там была скидка 50%, что очень, в принципе, неплохо. Получается гораздо дешевле. Так, Рыбалвардзе выигрываю. Отлично! И, друзья, также вы можете тоже испытать свою удачу. Не забывайте, что тут бесплатный розыгрыш ежедневно проходит. Можно поучаствовать. Также тут вы можете использовать такие вот бесплатные кейсы, из которых, кстати, тоже новогодние коробки падают. Но нужны ключи для открытия данных кейсов, которые при пополнении даются или при каких-то акциях. Так что всем удачи в игре на сайте votkit. Наконец-таки показали коллаборацию с музыкальной рок-группой Aria. И, соответственно, можно увидеть даже ценник, сколько это будет стоить. А стоить это будет далеко не мало. Например, набор полностью всего, включая всех музыкальных вот этих вот рок-персонажей, можно увидеть, что цена будет стоять 5507 рублей вместе с танком уникальным и 2D-стилем. Цена, конечно, многих удивит. Ну, если брать только экипаж, где еще и зачастую затесался, я не знаю, какой-то приспешник иззада, это все будет стоить 3580 рублей. В общем, цена довольно-таки существенная, согласитесь. Также тут, ну, и можно по одному члену экипажа брать 577 рублей. Напишите в комментариях, есть ли фанаты группы Aria. В принципе, я думаю, фанаты найдутся. Но ценник, конечно, не самый дешевый. И далеко не каждый сможет себе это позволить, отводить за танк и за экипаж 5500 рублей. Хотя для кого-то, может быть, это и не так много. Напишите в комментариях, будете ли вы, соответственно, участвовать в этом всем, или пройдете мимо. Ну, и также хочу узнать ваше мнение. Кстати, тут доступен танк новый, который разработчики тестировали. Это двухорудийный танк, у которого меньше калибр. Называется он Объект 703-2 Феникс. Средний урон тут составляет 300 с одной пушки и 225 пробития, 265 на ГЛДе. 1400 единиц прочности у танка, 38 максималки. Ну, что можно сказать. Танк своеобразный довольно-таки. То есть, есть у нас уже прокачиваемый, похожий танк. Только калибр орудия там побольше. Ну, и он, не сказать, что прямо мега имбовый. Хотя, в принципе, не такой плохой. Но все-таки, если бы танк был бы прям лютый имбой, может быть, конечно, набор бы пользовался каким-то спросом. Определенным у статистов. Далее, друзья. Новая ветка чехословацких ЛТ с автоорудием, с автострельбой. Так называемая новая механика. Соответственно, это выходит пока что только на европейском сервере. Выйдет ли это на РУ сервере, еще пока неизвестно. Но пока никаких, соответственно, заявлений, леста о том, что выйдут подобные танки, вроде как, не было. Так что, есть вертность, что вообще это будет эксклюзивно только для Европы. Соответственно, ветка типичная. Она начнет с пятого уровня. И интересно то, как реализует данную механику. И будет ли она вообще имбовой и востребованной. Потому что ЛТшек у нас в игре уже предостаточно. И далеко не все из них популярны. Тут же смысл в том, что будет, конечно же, хорошая подвижность. Возможность заходить противнику в борта, в корму. И наносить существенный урон за счет автоорудия. Это, по сути, аналог того, что есть сейчас в песке. Где очень быстро производится много выстрелов. Тип-71. Это тоже вышло уже на европейский сервер. Новая ветка японских средних танков. Можно уже даже там, соответственно, посмотреть реплей. Как это все будет выглядеть. Как будет воеваться и так далее. По крайней мере, у других игроков. Ну и на ру-сервере это тоже выйдет. Только есть вероятность, что какие-то будут отличия по характеристикам. Но это не точно. В любом случае, ветка пока что получается довольно-таки имбовый и перспективный. И если задумываетесь о том, что же бы вам прокачать, чтобы понагибать в 2024 году, то, возможно, это как раз тот вариант, когда стоит отложить ресурсы, там свободный опыт. Может быть, подкачать уже сейчас ветку, если ранее этого не сделали, там до 4 уровня докачаться японцев. И поднакопить там опыт. То есть, все подготовить, чтобы уже заранее, соответственно, эту ветку подоткрыть и начать проходить. Но вообще, есть действительно перспективы у нее. Также на европейском сервере вышел боевой путь. В 2023 году это, соответственно, статистика, ну, сколько боев игрок сыграл, какие у него были там победы, поражения, какие танки он чаще всего использовал и так далее. Вообще, жалко, что у инвеста, похоже, такого не будет. А может быть и будет, не знаю, не буду загадывать, потому что точно инфы нету. Но пока что ничего такого нету. А на Европе уже вышло. На самом деле, прикольная фишка. Я тоже любил это посматривать, так посмотреть свои результаты за весь год, посмотреть, на чем я там играл. Вообще, если честно, за 2023 год я сыграл очень немного боев. Во многом, мои бои поддерживались стримами, чтобы пообщаться с вами, чтобы раздать вам призы голдовые и тому подобное. Если бы не вы, то, может быть, и не играл бы вообще уже. Хотя я к танкам отношусь нормально, но за долгое время, конечно, уже не так впечатляет, как раньше. И, друзья, по поводу танков за боны. Тут стоит отметить, что ввели FV-215B-183 и также другие танки за боны. Соответственно, я бы на вашем месте купил бы некоторые из танков. Почему? Ну, вообще, Ревеста, в отличие от Wargaming, если что-то делает, то может откатить изменения довольно-таки быстро. То есть они могут сказать, вот что-то слишком им будет этот танк, и буквально через месяц, через два убрать его из продажи. Такой вариант не исключен. Поэтому, если какие-то вот танки есть, особенно там FV-215B-Тяж, очень хороший агрегат FV-215B-173, то есть это те агрегаты, о которых стоит задуматься. Если говорить о танке, который фармит, то очень хорошо апнули 3-4-ку, и чисто как рабочая лошадка для фарма серебра неплохой вариант. Так что задумайтесь, стоит ли сейчас вот тратить средства. Я бы, может быть, что-то рассмотрел, потому что кто знает, как потом поступят разработчики, и что они уберут. Всем желаю всего хорошего, удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...